Всем привет! Мы снова в пресс-центре хоккейного клуба «Авангард» и продолжаем нашу рубрику «Один на один». Сегодня у нас в гостях Антон Ковалев, нападающий «Авангарда». Привет, Антон! Здравствуйте! И быстро пробежимся по твоим достижениям за этот сезон. Итак, Антон Ковалев, нападающий 20 лет. КХЛ в этом сезоне 22 игры, 1 плюс 1. Один гол и результативная передача. В ХЛ, высшая хоккейная лига, 14 матчей, 1 плюс 1. МХЛ 22 игры, 9 плюс 12, всего 58 матчей, 25 очков, 11 плюс 14. Итак, как мы видим, тебя здорово побросало по лигам в этом сезоне. Какой этот был год для тебя? Расскажи. Этот год был для меня, если одним словом, интересный. В принципе, потому что я его начал в высшей хоккейной лиге, потом продолжил в молодежной хоккейной лиге, потом в континентальной хоккейной лиге, в молодежной снова и закончил уже в высшей снова. Поэтому, конечно, было интересно, было непросто в какие-то моменты. Но, в принципе, я думаю, что шаг вперед я сделал. А вот если об этом говорить, это был год развития для тебя? Можно сказать, что ты рос? Конечно, определенно. Это так и есть. Потому что после молодежного хоккея этот период для меня, он как-то, не знаю, не то чтобы болезненно, но было непросто. Потому что я уехал в другой город, жил на базе и долго не был дома. Это как-то для меня было в новинку. Ну, а, в принципе, большое спасибо всем тем ребятам, всем тем людям, которые были рядом, помогали мне. Где бы я ни был, в любой команде я сменил три коллектива. Ну, не сменил, а находился в трех коллективах по ходу сезона. И везде меня хорошо приняли, везде помогали и поддерживали. А где лучше получалось все-таки, как думаешь, в КХЛ, в ВХЛ или МХЛ? Да сложно сказать, где лучше получалось. Везде свои плюсы, свои минусы были у меня и в моей игре тоже. Вот если про высшую хоккейную лигу говорить, то, конечно, когда я только туда приехал, в самом начале, то есть у меня не было понимания того, что от меня требуется. И мне хотелось большего. Поэтому где-то я нервничал, где-то боролся с самим собой. Поэтому было вот непросто. А когда я уже приехал туда во второй раз, в плей-офф, мне было гораздо легче. И плюс опыт КХЛ мне очень помог в игровом плане. То есть я уже гораздо быстрее принимал решения, и у меня было больше времени на площадке. Вот ты сам подошел к этому вопросу. Мы спросили, что получалось, а что не получалось. И почему? Вот тоже во всех лигах. Когда я впервые приехал в высшую лигу, у меня не получалось, наверное, понять ту роль, в которой меня видит тренер. То есть я хотел также играть результативно, хотел забивать, хотел много игрового времени. Но потом, в принципе, я понял, что от меня требуется совсем другое. И это мне очень помогло в континентальной уже хоккейной лиге. Когда я пришел, я понимал, что от меня требуется, что это взрослый хоккей, что здесь такие вещи, которые я себе позволял в молодежной хоккейной лиге. Здесь их делать нельзя, потому что тут сразу наказывают соперники. И очень мастеровитые ребята играют, которые не прощают ошибок. Ну и, естественно, это влияет на результат. И ты молодой игрок, ты не имеешь права ошибаться. Слушай, а как вот справиться вообще с этим парадоксом, если так сказать можно? В МХЛ ты лидер, выходишь в первых звеньях в большинстве, забиваешь, отдаешь. Потом ты приходишь в ВХЛ, условно говоря, да, со взрослыми уже мужиками. Тебя ставят условно там в четвертое звено, у тебя мало времени. И вот как проявить ты себя в этот момент? Мне всегда отец говорил, что сколько бы времени ты не получил, ты должен показать, что ты можешь играть и можешь делать это хорошо, поэтому... То есть такой естественный отбор, да, среди... Ну, конечно. Вот, например, когда ты проводишь в КХЛ какую-то часть сезона, потом тебя на пару игр спускают в молодежную хоккейную лигу, естественно, уже и от тебя ждут голов каких-то передач, что ты сейчас выйдешь, начнешь один решать игру. Ну, так не бывает, потому что именно вот этот переход тебе отводится какая-то роль в континентальной хоккейной лиге и приходишь в молодежную хоккейную лигу. Здесь совсем другая роль уже. Поэтому, конечно, вот где-то было непросто перестроиться, но я думаю, что я справился по ходу сезона с этим. Вот вышка, да, это действительно такая школа жизни, которую нужно пройти перед вхождением в большой хоккей? Или все-таки это немножко другое? Определенно в каком-то смысле школа жизни. И я не могу сказать, что там какие-то были у меня проблемы в бытовом плане, но были моменты, когда было непросто в плане переездов. То есть мы на предсезонке добирались до Орска на автобусе с Караганды 30 часов. 30? 30 часов в августе, это было непросто, было жарко. И полный автобус взрослых мужиков, конечно, это было, ну так, немного необычно для меня. Это вы приехали в день игры или за день? Нет, мы приехали, два часа где-то поспали в отеле, у нас была тренировка, и на следующий день у нас была игра. И как играть потом после такого? Было непросто, но мы выиграли, и даже я, по-моему, передачу отдал. Ну, было такое ощущение, как будто ты вот действительно должен это преодолеть, и это испытание какое-то, чтобы вот проверить себя. А такие вещи, как, ну там, какая-то хоккейная дедовщина или что-то еще есть такое? Нет, абсолютно. Я, конечно, готовился, может быть, к этому, но этого нет, это уже ушло, наверное, в прошлое. Сейчас, наоборот, старшие ребята подбадривают, поддерживают, пытаются подсказать, тебе где-то помочь и в бытовом плане, и в игровом плане. Это очень здорово. И также мы потом в молодежную хоккейную лигу приходим, мы уже выпускники этой лиги, и также помогаем молодым ребятам, подсказываем что-то. В плей-офф тебе довелось поиграть в высшей хоккейной лиге, и как там, что там? К сожалению, мы уступили в семи матчах, конечно. Огненная была серия, мы видели. Да, оставила такой не очень приятный осадок, но, в принципе, очень хорошо, вот именно я почувствовал себя в игре и получил игровое время и доверие тренерского штаба. Спасибо им большое. Получилось продлить сезон в каком-то смысле для меня. Это очень здорово. Я поиграл в плей-офф, тоже я давно не играл в плей-офф, что молодежка, к сожалению, не выходит уже второй год. И, конечно, для меня это был большой опыт поиграть, и даже получилось результативно это сделать. Там и хорошо получилось, что сразу забил. Но, к сожалению, уступили. Это хоккей, ничего страшного. Твой первый гол за «Авангард» состоялся уже ближе к концу регулярки в матче выездном с «Сибирью». Почему так долго молчал? Как ты сам оцениваешь? Какое-то время мне нужно было адаптироваться. И такое бывает, знаете, бывает сразу забиваешь в первом матче, и бывает, что не можешь забить долгое время. Главное не обращать на это внимание, делать то, что тебе требуется, и выполнять тренерское задание. У меня были моменты практически в каждом матче, наверное, и все ждали. Вот действительно, может, где-то это на меня давило, хотя я старался себя где-то отпустить в какой-то степени, не знаю, успокоиться. Ну и, наконец, забил. Я понимал, что рано или поздно это произойдет. Забил, был очень счастлив и рад, но, к сожалению, в том матче не получилось выиграть, и это снова какой-то такой смешанный отпечаток оставило. Шайба на полке стоит? Да, конечно, у родителей, там у них небольшой музей, там все медали и кубки, и вот шайба тоже пополнила коллекцию. Вот как раз о родителях. Я знаю, что на тебя отец очень сильно в детстве повлиял. Расскажи об этом. Отец очень любит хоккей. Он, можно сказать, фанат хоккея. Он постоянно читает все новости, знает все обо всем. И когда мне было 5-6 лет, вот это тот период, наверное, когда я пришел в хоккей, познакомился с хоккеем поближе и когда я загорелся, наверное, этой игрой. Потому что мы смотрели по телевизору тот самый чемпионат, когда наши взяли золото. Это было как-то для меня, не знаю, какой-то шок, такое событие, что я был счастлив, весь город гулял. Такое масштабное событие для всего города было, я это почувствовал. И мне тоже очень захотелось стать, наверное, частью этого. И мы там с отцом ходили на каток, учились кататься, и у меня не получалось долгое время. Я падал постоянно. Он потом со мной разговаривал, когда я уже повзрослел. Говорит, я так боялся, что ты сейчас упадешь и скажешь, поехали домой. Но очень хорошо, что я справился с этим. Мне наоборот нравилось. Я хотел, чтобы у меня получалось тоже, потому что я видел, что это возможно. Почему, если другие могут, почему не могу я? И это, наверное, меня очень мотивировало. Я хотел играть в хоккей с самого детства. То есть у вас такая прямо плотная связь и до сих пор, да? Да, конечно, абсолютно. Отец, наверное, самый мой такой главный болельщик для меня. И ради него я, не знаю, наверное, играю в хоккей ради него, ради своей семьи. Потому что именно он настоял на том, чтобы я играл в хоккей. Мать уже просто помогала. И как это у нас в семье положено, она просто всегда рядом и всегда за него. А вообще вот семья Ковалевых какая она? Судя по твоему инстаграму, у тебя две очаровательные племянницы, в которых ты души не чаешь. Вот тоже расскажи об этом. Да, у меня действительно две племяшки. Но вот появляются люди даже, которые думают, что это мои дочурки. Но я говорю, послушайте, старший практически 8 лет, а мне 20. Этого просто не может быть. Ну, старший практически 8 лет, в мае будет 8 лет, а младший в июне будет 2 года. Младшая Настя, старшая Вика. Да, их очень люблю. Постоянно мы с ними играем и куда-то ездим. Очень нравится, как они, наблюдать за тем, как они растут, как они развиваются и помогать им в чем-то. Делать уроки те же самые вот со старшей сейчас. Она в первый класс уже заканчивает. Интересно как-то это все заново проходить. Сейчас новые технологии, все это в интернете, они там делают какие-то задания. Думаю, блин, ну уже далеко продвинулось это все. Ну, действительно интересно. Ты сам закончил школу экстерном. Да. Это мало соответствует представлению о хоккеистах, классическим, так скажем. Как это случилось? Это случилось так, что мы поговорили с родителями и решили, что лучше будет, если в молодежную хоккейную лигу я уже приду студентом. То есть будет очень мало времени на учебу в школе, это выпускной год, ЕГЭ и так далее. Это было бы очень сложно для меня и в первую очередь отец, наверное, проявил большую инициативу в этом. Мы говорили с директором школы. Спасибо большое, огромное просто спасибо, низкий поклон всем учителям. Это какая школа? Это лицей 145 уже теперь, но я заканчивал еще тогда школу. Они все помогли, все пошли навстречу, все понимали, что мне это нужно и большое им спасибо. И в каком классе? 10-11 класс я закончил за один год, до Нового года 10-й и после 11-й. И где ты сейчас учишься и на кого? Я учусь на 4-м курсе на хоккейного тренера в Сигувке. Здесь не могу не задать вопрос, действительно учишься или там опять классические представления хоккеиста? Я стараюсь это делать, особенно сейчас, когда у нас есть время на учебу, ездить какие-то долги, закрывать, потому что диплом уже в конце мая и госы и так далее будет очень непросто, но я думаю, что я справлюсь. Ну то есть ты себя реально видишь хоккейным тренером? Ну уже вдалеке. Ну а почему нет? Я думаю, что когда карьера закончится, она не такая у хоккеиста длинная, да, там разрывать свою жизнь с хоккеем, я думаю, вряд ли получится. У кого-то получается, у кого-то нет, посмотрим, как будет у меня. Что ты читаешь, смотришь, слушаешь? Это, как всегда, интересно болельщикам. Читаю, и мне очень нравятся автобиографии каких-то выдающихся личностей. Какую последнюю прочитал? Последнюю я прочитал о Майке Тайсоне «Беспощадная истина», это тоже такое большое впечатление на меня, книга произвела. Зачем он уху-то откусил? Написано там? Там написано все и в подробностях, но там есть и нецензурная как бы брань, поэтому я даже как-то, не знаю, мне неловко об этом говорить, но это интересная книга, и всем советую ее прочитать, я думаю, такие истории могут повлиять на меня. А какая личность на тебя, может, как-то повлияла наиболее интересной, показалась? В каждом спорте люди есть и находятся по сей день, которые могут повлиять на окружающих людей своим примером, такие как Майкл Джордан, такие как, да тот же Майк Тайсон. Конечно, у него разные стороны были, но то трудолюбие, то та работоспособность, которую он демонстрировал, она вызывает уважение. Кто твои друзья из хоккея? Макс Минеев, мой лучший друг, и мы с ним с детства, вот как он приехал, мы с ним постоянно вместе и дружим. Костя Лобачев, вратарь молодежной хоккейной команды, «Мусские ястребы», тоже мой очень хороший друг, мы вот втроем дружим. Рад за Минеева, что пробился человек в основу, и за счет чего, как ты думаешь? Ну, за счет того, что он креативный именно игрок, он такой, он всегда таким был, он делал иногда не то, что говорят. Да не иногда, он очень страдал даже от этого, знаете, что... Творчество не дают. Да, 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 но вот в этом году, я думаю, это ему очень помогло, и та уверенность, которую он обрел, я только очень рад за него, потому что он сейчас находится в расположении Олимпийской сборной России. Я его поздравил, как только узнал, он тоже был взволнован, это что-то новое для него, потому что я знаю, что он впервые в сборную попал, и, конечно, я очень рад за него, мы постоянно на связи, созваниваемся, переписываемся. Да, в Олимпийской сборной еще у нас вся тройка Семенова. Да, конечно, они уже были, но так или иначе, пожелаем им удачи. Дальше вопрос тоже очень важный, я считаю. У тебя наступает этап, когда, чтобы закрепиться на высшем уровне, тебе реально нужно делать качественный шаг вперед в следующем сезоне. Как ты собираешься строить работу, я не знаю, может, в межсезонье, может, психологически как-то готовиться, чтобы вот этот шаг сделать все-таки? Ну, я, в принципе, каждый год делаю одно и то же, я знаю свое тело, свой организм, я, в принципе, не отдыхаю, мне больше недели не надо на отдых, я постоянно тренируюсь, постоянно работаю, потому что мое тело привыкло к нагрузкам и так далее. Ну, я помню, как на предсезонке тебя, в пример, ставили, как планку делать всему основному составу хоккейного клуба. Я не знаю, где-то получается что-то лучше, чем у остальных, но я думаю, что это все за счет тренировок и самостоятельной работы над собой, потому что это определенно дает преимущество, я это знаю, я это почувствовал на себе. То есть тренировочный процесс никогда не вызывал у меня какой-то, знаете, какой-то... Усталость психологическая не была? У меня не было такого, что я в плохом настроении иду на тренировку, я всегда был рад и счастлив, когда шел тренироваться с самого детства, когда там никто не хотел вставать, там очень рано утром, я наоборот, сразу подпрыгивал, ждал этого. Слушай, ну а погулять, я не знаю, расслабиться, почудить, у тебя вообще такого не существует? Ну можно погулять, можно расслабиться, но у меня это в таком, знаете, больше в правильном понимании, то есть отдохнуть можно, сходив там в баню или в кино, или отдохнуть, просто провести время с теми же племяшками, поиграть, разгрузиться. Это мне очень помогает и где-то я так отдыхаю, наверное, больше. У нас довольно скоро пройдет Кубок Газпромнефти, здесь и на арене Омск, и в Сочи также, а 11-летние пацаны будут сражаться за трофей, да, ты сам как считаешь, вот такого рода соревнования, насколько для них важны, как для вот становления молодых хоккеистов? Потому что таких турниров не особо много было, особенно для 11-летних раньше, да, сейчас большой турнир, ты наверняка видишь, да, и какие советы ты, может быть, мог бы дать вот этим пацанам для будущего их? Вы знаете, каждый год мы приходим смотреть Газпромнефти, Кубок вот среди детей, и, конечно, каждый год он все более и более развивается и на более высоком уровне проходит, это вызывает определенное восхищение, конечно, потому что, когда участвовал я, такого и близко не было, то, что сейчас дети получают, приходит полный стадион, 10 тысяч зрителей, я думаю, что ребятам очень непросто справиться с волнением, Но, конечно, то, что делают организаторы этого Кубка, это, конечно, очень здорово для детей и для развития хоккея в целом. А какой совет я мог бы дать ребятам? Ну, они в самом начале своего пути, им еще очень долгий путь предстоит, поэтому играть, наслаждаться игрой и радовать своих близких и родных. О чем ты мечтал в 11 лет? О чем играть в хоккей, вот и все. Получилось так, что я попал в очень сильную команду в детстве, и мы практически не знали поражений, и там выигрывали всех подряд просто. Ну, и тот же Кубок Газпромнефти мне этим, как бы он не очень мне и запомнился, потому что мы там не испытали особых проблем просто ни с одной командой, а потом уже, когда начали подрастать, там ребята подтянулись, стало уже посложнее. Идет голосование за приз Киселева. Прямо сейчас и твой друг Константин Лобачев идет на второй приз уже. Ты получал его в прошлом сезоне. Как сам считаешь, это вот такая клубная традиция, хороший стимул для игроков школы и молодежной команды? Ну, конечно, это очень приятно, получать такую награду имени выдающегося нашего как отца хоккея Ленина Георгиевича Киселева. Я получил в прошлом году эту награду, и я очень приятные эмоции испытал. Мне было очень радостно, и я был горд, потому что сезон получился не очень такой хороший в плане результата команды. И как-то, что мои заслуги оценили, это было приятно для меня. Ну, а насчет Кости могу сказать только, что то, что люди, которые наблюдали за игрой омских ястребов, наверное, все знают, как он спасал и как он тащил команду. Это, наверное, больше половины команды в процентном соотношении его заслуга, потому что какие-то вещи, я просто не понимаю, как он это делает, но бывает, что он очень, конечно, здорово играет. Да, следите за обновлениями. Мы обязательно сообщим скоро дату проведения церемонии очередного приза Киселева. Это совсем будет уже скоро, в апреле. Следите за обновлениями. Ну, а я также хочу обратить внимание на воспитанников еще раз нашей школы. Мы видим, что каждый год под основой ходят довольно такое большое количество воспитанников омской школы, ты в их числе. И насколько тебе кажется важным для клуба именно, что ребята, которые собственные воспитанники, они рвутся защищать цвета именно нашей команды и их все больше и больше с каждым годом? Это очень хорошо, безусловно, для клуба, для развития омского хоккея и те же самые болельщики, ради которых мы играем, выходим на лед, отдаем свои силы, стараемся для них порадовать их. Поэтому это очень здорово. И я думаю, что воспитанники, они очень искренне в своем отношении именно к родной команде. Они играют именно за эмблему на груди и отдают все свои силы. И я думаю, люди это видят и тоже как-то оценят это. Ну и вот мы говорили о чем ты мечтал в 11 лет, а теперь расскажи, о чем ты мечтаешь сейчас. О чем я мечтаю сейчас? Я мечтаю добиться чего-то выдающегося в этом спорте и просто наслаждаюсь каждым днем, когда я выхожу на лед. Это очень, не знаю, это как отдушина моя. Я очень люблю это дело. Я не могу это назвать своей работой, потому что я очень люблю это дело. Это для меня как искусство, наверное, больше. И работать над собой, и трудиться каждый день, это меня еще больше мотивирует, потому что я понимаю, что мне это нужно. И это очень долгий путь, и это очень тяжело. Потому что некоторые думают, что то, что они вышли там шайбу погонять, это так просто и легко. На самом деле нет. Это огромный труд и тяжелая работа. Спасибо тебе и удачи. Спасибо.